Дорожный ремонт, гостеприимная Беларусь и медицинские разработки. Синеокая готовится к запуску производства отечественных сердечных биоклапанов. В чем суть? Основной гарант. В этом году отмечается 30-летие со дня принятия Первой Конституции. Я первый раз получила паспорт. Какой он долг каждого беларуса? Шаг ответственности. В стране продолжается весенний призыв. Чтобы закалить свой характер, отдай ног родине. Сколько юношей отправятся на службу? Важный выбор. В Бобруйске прошло выдвижение кандидатов в Совет Республики. Очень-очень много работы предстоит. Кто представляет Могилевскую область? Индустрия стиля. Витрины магазинов пестрят новинками сезонной одежды. На весну мы можем предложить женские брючные костюмы. Что в моде? Медицинская проблема, продовольственный кризис и одинаковые требования. Правительство Дании намерено призывать мужчин и женщин на военную службу на равных условиях, когда закон вступит в силу. Минерально-сырьевая база страны на контроле у президента. Участники совещания – министры, ученые, губернаторы, руководители профильных предприятий. К вопросу подошли комплексно. Александр Лукашенко подчеркнул, все полезные ископаемые – наше национальное достояние. Стратегический запас, принадлежащий народу. И только народу. Это и калий, и нефть, и самый большой ресурс, пресная вода и многое другое. Но с тем, что мы имеем, надо грамотно и по-хозяйски распоряжаться. А то, что не имеем, надо искать. Ищем плохо, подчеркнул глава государства. Если бы мы сегодня имели 5 миллионов тонн нефти, а не около двух, как я только что сказал, богатым бы были государством. Вот откуда причина рассмотрения этого вопроса. Минерально-сырьевые ресурсы – залог суверенитета стабильности экономики. Еще актуальнее это сейчас, когда в отношении Беларуси с каждым годом усиливается санкционное давление. Пришло время сверить часы, найти решения для самых проблемных и недостаточно проработанных вопросов. Таких немало. Хотя, разумеется, у нас есть восьмя успешные отрасли. Тот же гигант, мировой бренд «Беларуськалий», где есть собственная отлично отлаженная система от разведки новых месторождений до производства удобрений. Говорили не только о недрах, но и о том, что на поверхности самая насущная тема – пассивное состояние техники. Об этом доложили губернаторы. Есть позитивная новость, а зимы перезимовали хорошо. А вот в животноводстве не все гладко. Это недопустимо. Особый спрос будет из-за дороги. Их нужно привести в порядок, напомнил президент. Главный документ в этом году отмечается 30-летие со дня принятия первой Конституции суверенного белорусского государства. Событие положило начало новому этапу развития страны и общества. О значимой дате Никита Швайковский. Традиционно в День Конституции лучшим представителям молодежи города, которые имеют особые заслуги в учебе, спорте и общественной деятельности, вручили их первые паспорта. Почетные гости выступили с поздравительным словом. Ответственный день – начало нового этапа в жизни ребят. С этим документом юноши и девушки принимают часть ответственности за нашу страну, за ее будущее и настоящее. Очень волнительный для меня день. Это торжество. Я первый раз получила паспорт. Я очень рада. Я сначала очень сильно волновалась, но сейчас все очень хорошо. И я довольна этим. Сегодняшний день был очень волнительным, но интересным и весьма историческим. Все-таки наша Конституция исполнилась в 30 лет. Это очень важная дата в истории нашей страны. И мы должны ее помнить все время. Я сегодня первый раз получила паспорт к гражданинской республики Беларусь. Я очень этим горжусь и горжусь тем, что я в Беларуси. Праздник прошел и в познавательной форме. Для учащихся Бобруйского медицинского колледжа адвокаты и нотариусы провели игровой квиз. Участники более детально узнали о конституционных правах, о том, как поступать в сложных ситуациях и какие гарантии предоставляет государство своим гражданам. Все команды были награждены дипломами и медалями. Учащиеся разбираются, как лучше поступить в той или иной ситуации, что Конституция гарантирует, как можно это реализовать на практике. Обычно такие квизы всегда доставляют массу положительных эмоций, несмотря на то, что сегодня, сейчас мы проводили этот квиз среди будущих медиков. Они все большие умницы и прекрасно владеют нормами Конституции. Был достаточно интересный такой в рамках для молодежного движения, то есть было не скучно, было весело, было действительно интересно. Много чего с ребятами мы открыли для себя нового, научились, наверное, более грамотно формулировать именно правовые какие-то нормы и бесспорно извлекли для себя какой-то новый урок. Такие мероприятия достаточно крутые, классные, они нравятся молодежи, потому что они не только как бы дают какие-то новые знания, они также сплощают коллектив. Поэтому даже было бы классно, если бы такие мероприятия проводились почаще. Также в городе накануне государственного праздника прошли диалоговые площадки. Одна из таких бесед была проведена в стенах студии телеканала «Бабрус-360». Спикеры отметили значимость изменений и дополнений в Конституции, касающих сохранения исторической памяти и героического прошлого белорусского народа, а также патриотизма. Ведь важны ориентиры для государственной политики, воспитания молодежи и преемственность поколений. Встреча еще раз напомнила нам о том, что основной закон играет очень важную часть в жизни белорусов. И пусть наша страна всегда будет мирной, процветающей. Такая тема достаточно серьезная. И иногда кажется, что вот как преподнести информацию для молодежи, чтобы им было интересно. Потому что обычно любят все развлекательные мероприятия какие-то, а здесь все-таки такое важное событие. И я считаю, что наши эксперты очень хорошо справились со своей задачей. Они рассказали все емко, грамотно, четко и доступным языком. Наша страна прошла сложный путь становления. Вместе с ней менялся и основной закон. За 30-летнюю историю Конституция стала гарантом мира и стабильности, защиты и развития общества. Народ отставил право и дальше развиваться как независимое государство. Новое поколение должно выбрать верный путь. Для этого есть все условия и социальные гарантии, закрепленные в главной книге страны. Ведь от граждан зависит, какой Беларусь будет завтра. Никита Швайковский, Станислав Чечерин. Итоги недели. Отечественная разработка, пищевые привычки и забота о важном. Ко Дню Победы ветераны Беларуси получат повышенную матпомощь. О каких суммах речь? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Синёкая готовится к запуску производства отечественных сердечных биоклапанов. Испытания завершены, проведены порядка семи операций. Есть первые заказы. РНПЦ кардиологию уже ждет поставку 30 устройств. В этом году стоимость будет на 35-40% ниже импортного аналога. Ко Дню Победы ветераны Беларуси получат повышенную матпомощь. Выплаты будут производиться с 25 апреля по 4 мая. Размер от 1 до 4 тысяч рублей. Наибольшие суммы предусмотрены для инвалидов и участников Великой Отечественной, а также тем, кто сражался в боях против японской армии. Услуги промышленного туризма в Беларуси предлагают уже 130 предприятий и организаций. Кроме экскурсий на машиностроительные заводы «Флагманы», жителей и гостей страны привлекают и гастрономические бренды. Активная популяризация продукции, её имиджа, посещение предприятий способствует приобщению и выбору профессии школьников и молодёжи. Благодаря хорошим погодным условиям во всех регионах страны приступили к ямочному ремонту улично-дорожной сети. На полную мощность вышли асфальтобетонные заводы, строительная техника работает как на крупных магистралях, так и на дворовых территориях. Основной объём работ специалисты планируют завершить уже к 9 мая. Белстат рассказала о вкусовых предпочтениях белорусов в прошлом году. Больше всего жители Синеокой съели молока и молочных продуктов. На одного человека в 2023-м приходилось 289 килограмм, на втором месте овощи 87, тройку замыкает мясо 84. Меньше всего потребляли рыбу с морепродуктами и растительное масло 14 и 11 килограмм соответственно. Кто за? Выдвижение кандидатов в Совет Республики прошло в Бобруйске. На заседании присутствовали 8 депутатов местного совета, а также представители горисполкома. Все единогласно проголосовали за Виктора Ананича, председателя правления Беларусьбанка. На плечи кандидата возложена большая ответственность представлять Могилёвскую область. Присутствующие отметили не только рабочие достижения избранного, но и личные качества. Очень-очень много работы предстоит, и действительно это работа, это не прогулка, быть в парламенте. Поэтому, уважаемые земляки, говорить можно очень много, есть о чём говорить. Но если получится так, что я буду избран в Совет Республики, безусловно, я как работал, представлял город свой родной Бобруйск. Хотя для меня вроде как и вся страна родная, потому что стараюсь по возможности, в принципе, побывать везде. И по работе своей основной, и по депутатской. Но, тем не менее, родина малая, она всегда остаётся родиной в душе. Поэтому буду её достойно представлять. Я думаю, что вам за меня не будет стыдно. Кандидатом в члены Совета Республики может стать гражданин, имеющий белорусское гражданство, достигший возраста 30 лет, а также проживший на территории соответствующей области не менее 5 лет. Выдвижение завершится 21 марта, после чего решения будут переданы в ЦИК Беларуси. Лицо города – это не только главные улицы, парки и площади. Мнение складывается из мелочей. Мусорить вдоль дорог, в общественных местах и на кладбищах недопустимо. О свалках, которых быть не должно, Виталий Гаврусев. Визит на кладбище, особенно первый после зимы, как правило, полностью посвящается уборке участка. Объёмы работ могут варьироваться в зависимости от конфигурации участка и того, как давно проводилось благоустройство. Однако в каждом случае на выходе остаётся некий объём мусора, о котором необходимо позаботиться. Каждый вежливый человек делает всегда правильно, за собой убирает. Горы мусора никогда не вставляют, есть специально отведённые места. С пакетом, рядышком мусорка, убрал за собой всё, всё чистенькое. И самому приятно, и другим приятно. И другой труд надо, чужой труд надо тоже уважать. Каждый, конечно, человек должен за этим следить непосредственно. Убирать за собой и носить всё на мусорку. Не зряшими стоят. И всё по-другому никак. Каждый за собой должен смотреть. Но всегда найдутся те, кому проще выбросить мусор к забору. Хотя буквально в нескольких метрах специальная площадка. Другие идут дальше, бросают мусор на соседние могилы. Не в этом ли прослеживается наша культура? Конечно, надо почитать места, которые созданы для захоронения наших усопших, близких, родных. Тем более, если это были люди верующие. Надо почитать и ни в коем случае не осквернять. Не останавливают людей многочисленные таблички с напоминаниями о том, что нельзя захламлять места упокоения. Возле сектора почётных захоронений со стороны улицы Минской фактически за сутки была создана стихийная свалка отходов. На территории кладбища на улице Крылова более 40 контейнеров. Каждую неделю сотрудники городского центра ритуальных услуг вывозят десятки кубометров мусора. После больших государственных и церковных праздников и того больше. Но этого недостаточно, чтобы сохранить чистоту в местах погребения. Очень печально видеть, когда, например, несколько могил, рядышком находящиеся, одна просто в идеальном состоянии, а вторая могила не ухоженная. Проявите такую заботу, уберите эту могилу, одну, две, поверьте, вы доброе дело сохраните, сотворите, и Господь вас за эти труды благословит и наградит. Персоналу и руководству центра ритуальных услуг регулярно приходится решать колоссальные проблемы по утилизации как органического мусора, так и большого количества неорганических материалов, порой сложных в переработке. Четко прописано, что утилизация строительных отходов осуществляется за счет собственников данных отходов. То есть, в данном случае это граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые осуществляют благоустройство участков захоронения. Негативный вклад носят и установщики памятников. Старые надгробные сооружения разбирают и выбрасывают поблизости, хотя должны вывозить и утилизировать. Граждане и субъекты хозяйства вправе самостоятельно вывести данные отходы в пункты их приема и утилизации, либо обратиться в специализированную организацию, в данном случае Кубгородской центре ритуальных услуг, заключить договор на вывоз отходов крупногабаритных. Мы имеем в виду конкретно строительных отходов. И предприятие в соответствии с тарифами, установленными при скорантах, окажет данную услугу. Мы бережем покой предков, ухаживаем за могилами и тут же оскверняем территорию кладбища. Создаем свалки из пластиковых цветов, венков, старых гробниц и крестов. Для этого есть специально отведенные места. К лицам, нарушающим вышеуказанные требования, могут быть применены административные санкции в виде штрафа. В соответствии с частью 3 ст. 1644 Кодекса Республики Беларусь административных правонарушений. И в данном случае на физическое лицо данный размер штрафа составляет 30 базовых величин. Ну, достаточно внушительная сумма. Еще один вопрос. Искусственные цветы. Про их вред уже много лет трубят экологи. Пластиковые цветы после того, как выйдут из потребления, то есть будут убраны в места временного хранения отходов, в дальнейшем подлежат захоронению, поскольку относятся к коммунальным отходам. Хорошо, если это все будет вывезено. Хуже, если это все будет сожжено. Потому что бывают такие люди нерадивые, незаконопослушные, которые поджигают этот мусор, сжигают эти отходы, а это очень опасно. Потому что те вещества, которые выделяются при горении данного пластика, они очень опасны для здоровья людей и особенно они опасны для здоровья детей. Предлагаем осуществлять благоустройство мест погребения с использованием живых цветов, высаживать многолетние растения, вечно зеленые растения и таким образом снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Нет ничего более святого, чем сохранение в душах памяти о родных и близких. И наш святой долг сделать так, чтобы места их упокоения были ухоженными и не превращались в стихийные свалки. Виталий Гавруси, Станислав Чичерин, Максим Калинин. Итоги недели. Юность в сапогах. Весенний призыв в Бобруйске продолжается. На срочную военную службу отправятся около 300 юношей. Для многих из них это не только важный этап в их биографии, но и хорошая школа жизни, где они крепнут физически и духовно, учатся управлять боевой техникой и оружием, где обретают навыки сплоченности и чувство ответственности в солдатском коллективе. Сейчас юноши проходят медицинскую комиссию, также проходят профессиональный отбор по каким родам войск они будут служить. Это сегодня они студенты-слушатели автошкол, завтра защитники Отечества. Многодневные учения, марши, огневая подготовка закалит их, сделают выносливее и сильнее. Настоящий мужчина должен сменить среду, чтобы стать лучшей версией себя. Дед у меня служил, воевал, получается отец, его брат тоже служили. Вот, можно сказать, иду по их стопам. Чтобы закалить свой характер, отдать долг родине, войска у нас самые лучшие. Мероприятия весеннего призыва проходят в плановом порядке. Сроки установлены законодательством. К началу лета призывников уже отправят в воинские части страны. Модные фишки. Индустрия красоты и стиля постоянно развивается. Каждый сезон появляются новые тенденции. Традиционно белорусская одежда ценится за качество, считается эталоном. На швейных фабриках трудятся профессионалы и создают уникальные модели. О том, где обновить весенний гардероб, расскажет Елизавета Житкова. В современном мире нужно успевать за трендами. Славянка каждый год старается удивлять покупателей. Весенний сезон – повод порадовать уникальными экземплярами. Ибо вручане уже могут приобрести новый, а главное – безопасный в носке продукт от бренда. Одежда с подогревом – настоящий ноу-хау. Куртка короткая, слегка утепленная на погоду, которая сейчас в марте. Но ночью холодно, и мы решили использовать систему обогрева. То есть внутрь изделия вшиваются специальные такие пластины, на которых нити, специально карбоновые нити, которые нагреваются от пауэрбанка. Цены на продукцию выгодные и доступные. Стоимость колеблется до 200 рублей. Для мужчин в ассортименте традиционные черные, серые и синие цвета. Женская гамма учитывает современные тренды – приглушенные оттенки розового, лилового, бежевого, молочного. Я зашла посмотреть, может, что-то сыну на весну купить, какую-то одежду, может, брюки. Женская одежда здесь очень красивая, тоже вот решила глянуть, посмотреть. Красивое очень пальто, конечно, в продаже, куртки, платье приглянулось. Фасон обычно, ну, или же прямой силуэт, или немножечко, чтобы трапеции. Цвет более, или если куртка, так поярче пальто, чтобы было такое не яркое и не темное. Выбор – очень яркие цвета, очень красивые расцветки, модели очень современные, модные. Тоже хочу весну посмотреть. В тренде на весну что-то такое, оверсайз модели, светлых тонов. Всеми любимый универмаг этой весной также идет в ногу со временем. В коллекции представлены белорусские бренды от 42-го до 60-го размеров. Актуальные модели подойдут как для офиса, торжественных событий, так и для уличного стиля. Неотъемлемая часть шикарного образа – аксессуары. Сумки из натуральной и искусственной кожи, шелковые, бамбуковые и вискозные платки – панамы. На ряд товаров отечественных производителей действует скидка до 20%. Верхнюю сезонную одежду можно приобрести от 100 до 200 рублей. Мы предлагаем вам только самую стильную и качественную одежду с сезона весна-лето. Модная индустрия предлагает многообразие направлений. Новинка сезона – спортшик. Из трикотажного полотна, вискоза и с пандовцем. Тренч и ветровки из хлопка и нейлона. Много чего понравилось. Допустим, фирма «Саваж» очень нравится. Вот курточку себе купила два дня назад. Очень хорошие аксессуары. Вот «Лабра» шарфики. Хорошие сумочки тоже постоянно покупаю здесь. Фирменный магазин «Белорусский лен» не отстает от трендов и предлагает новинки. Изюминка ассортимента – изделия из эко-материала. Шарфы и палантины, комфортные вноски обувь по доступным ценам. Сумки ручной работы, выполненные из натуральных тканей с кружевом и орнаментом. Продукция отлично подойдет на демисезон. Стоимость платьев от 60 до 175 рублей. Многие товары со скидкой. На весну мы можем предложить женские брючные костюмы, спортивные костюмы, также платья. Для мужчин тоже есть спортивные костюмы, ветровки. Очень популярны сейчас такие одежда в таком народном даже стиле, я бы сказала. Какие-то платья с вышивкой, такого как в белорусской направленности. Очень популярны вышиванки. Как у женщин, так и у мужчин. Белорусский лен, мы постоянно ходим в этот магазин, он находится неподалеку от нас. На сегодняшний день я хотела себе блузку приобрести и что-нибудь, костюм какой-нибудь. В этом сезоне стилисты предлагают обратить внимание на богатую гамму бордово-фиолетового, металлики, пастельную палитру. Тренды весны – солнечный, желтый, тандем синего и зеленого оттенков. А белые дизайнеры внедряют как в теплые, так и в холодные комбинации. Идеально подойдет классическое сочетание в пропорциях 50 на 50 – светлая рубашка и черная юбка или брюки любого кроя. Можно совмещать полосатые принты с клетчатами, замшу с кожей, джинс с трикотажем, длинные юбки с короткими топами. Современная мода предоставляет широкое поле для экспериментов. Елизавета Житкова, Максим Калинин. Итоги недели. Рост инфляции, истощение запасов и длинная очередь. В Японии посетителей кафе принимают две копибары. Сколько стоит выпить чай в компании забавных зверей? Далее громкие заголовки мировых новостей. Европа на грани продовольственного кризиса. По данным СМИ, причиной такой ситуации – ухудшение отношений с рядом страны природной катастрофы. Так, из-за стихийных бедствий за год Евросоюз лишился 50 миллиардов евро. Также стоимость удобрений и энергии, необходимых для выращивания сельхозкультур, резко увеличилась. На этом фоне во многих государствах зафиксирован спад производства, а недовольство агрария встало причиной масштабных протестов. Латвия может остаться без лекарств. В стране не хватает запасов медикаментов, а собственных сил для восполнения дефицита недостаточно. В аптеке и клинике поставляют препараты всего около 20 фармацевтических заводов, которые могут обеспечить только 6% от нужного объема. К тому же больше всего выпускают то, что требуется в текущий момент. При повышении спроса на другие средства на перестройку уходит около месяца. Правительство Дании намерено призывать мужчин и женщин на военную службу на равных условиях. Изменение должно вступить в силу в 2026. Сейчас армия для прекрасного пола – исключительно добровольный выбор. Кроме того, вышестоящие хотят продлить срок призыва с 4 до 11 месяцев. Однако можно будет отказаться отдавать долг Родине в соответствии со своими убеждениями. Инфляция в США по итогам февраля достигла почти 8%. Это максимум за последние 40 лет. Кроме того, растет и уровень безработицы. Доля нетрудоустроенных – почти 4%, несмотря на создание 275 тысяч рабочих мест. Эксперты считают, связано это со снижением спроса на товары и услуги, низкой почасовой оплатой и замедлением национальной экономики. В Японии появилось кафе, где посетители принимают две копибары. Заведение открывается только, когда животные готовы к встрече с гостями. Вход и 30 минут пребывания обойдутся в 1250 йен или 27 белорусских рублей. За дополнительное время нужно доплачивать. Чтобы выпить чай в компании «Милых грызунов», люди готовы стоять в очереди по 4 часа. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя – новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова